Кулияту дебрал-илмия. Илмун-ва-илму. 16 глава Бараклуфикум Маджа Фильмасаджид. Глава о том, что было упомянуто о мечетях. 258-й хадис Аныбн Умар, Абдулла Ибн Умар, сказал Какое из мест, то есть на земле является самым худшим? Что говорит? Я не знаю. Пока не спрошу Джибрилу. И это пророк, салаллаху алейсалям. Братья, в этом нам урок, что надо требующему знанию говорить слово не знаю. Пускай у тебя всегда будет на языке не знаю. Не надо на языке говорить всегда «не знаю», чтобы у тебя всегда было на языке. Если не знаешь, не придумывай, скажи «не знаю». И не надо также указать на то, что нельзя отвечать на основе голословного мнения. Фасаля Джибриль, и потом он спросил Джибриля, Факали, и Джибриль сказал, «Хайруль бека аль-Масаджи». Самыми лучшими местами являются что? Мечети. Самые лучшие места являются мечети. Братья, знания, вот мы сейчас получили знания о том, что самым лучшим местом является мечеть. Знание об этом, братья, должно требовать нас стараться находиться в самом лучшем месте чаще, как минимум пять раз в день для совершения молитвы в джемаате. Правильно или нет? Братья, надо просто не забывать даже о том, что в мечетях моляйка ангела. В мечетях ангела. Вашарруга алясуак. И самые худшие из мест на земле это что? Рынки. И в этом указании на то, что знание о том, что самое худшее из мест это рынки. В этом братья, то есть знание об этом должно нас побуждать находиться там как меньше, как можно реже и как можно что? Если уж попали туда по нужде, меньше. А не так, как в наше время жены говорят мужьям, давай сходим в такой торговый центр. Это же рынок. Любой, вот эти так называемые молы, это рынки. Это самые худшие места, брать. И шайтан Барак Луфикум не может зайти к тебе и заходит к тебе через твою жену, который говорит, давай возьмем детям. Вы представьте, Барак Луфикум, жена тебе скажет, милый, давай на городскую свалку съездим сегодня, погуляем там от души, прям вот с детьми, пусть там дети поиграют, мы там посидим, там вот помой есть еда, покушаем, поковыряемся в пакетиках, может где-то неиспорченный. Братья, пророк сказал, сам не сказал, что самые худшие места это городские свалки. А сказал, что? Рынки, братья. Поэтому Барак Луфикум для тебя рынок, торговый центр и подобные вещи должны быть как туалет. Как туалет. Ты в туалет зашел, но жду справил, будь ты мужчиной женщиной, и быстро оттуда что? Ушел, правильно или нет? Вот это у тебя должно быть. И Барак Луфикум, почему? Потому что рынки наполнены шайтанами. И если ты хочешь, Барак Луфикум, вот понять свое нутро, будь то мужчина или женщина, вот про мечети мы, мужчина, мы говорим, как говорили правильные предшественники, что верующий в мечети, как рыба в воде, а мунафик в мечети, как птичка в клетке. То есть птичка, любая возможность, любая возможность, открыли дверь в клетке, она сразу же оттуда вылетает же, правильно или нет? Вот точно так же мунафик в мечети. А верующий, как рыба в воде. Ты ее рыбу если вытащил из воды, она же обратно в эту воду прыгает, правильно или нет? И точно так же мы говорим с сестрам. Та сестра, которая любит ходить в торговые центры. Та сестра, которая любит ходить на рынки. Просто многие рынки представляют, это знаете, какой-то восточный базар. Это раньше так было. А сейчас все рынки перенесем что? В здание. Супермаркеты это тоже рынок. И поэтому дуа при входе в рынок, это не дуа при входе в восточный базар. Нет, или барахол, как это называется. Это дуа при входе в супермаркеты, магазины, рынки и так далее. И вот если ты, сестра, любишь ходить по центру, сидеть там, тусить и так далее, как это сейчас называется, тогда вспомни про слова Всевышнего Аллаха. Аль-Хабитат уль-Хабитин. Скверные женщины. Скверные женщины для скверных мужей. По одному-то в серу. Скверные слова для скверных людей. Другое-то в серу. Скверные места для скверных людей. То есть, если ты любишь это, вот шайтаны где живут? Мы с вами врали, что? Пророк сказал, что в туалетах живут джинны. Они почему там наполнять? Там воняет, там грязное место, там нажаса. Поэтому их туда тянет. Поэтому их туда тянет. Маляйка, наоборот, в чистые места, там, где поминает Аллаха. Распространяется, слышно слова Всевышнего Господа. Также ты его, сестра, посмотри. Если ты, значит, о душах что? Как эти джинны, которые живут в туалете. И это не только сестер. Это и мужчин. Есть очень многие мужчины, которые прямо любят ходить в таких местах. Часами могут не выходить из этих мест. Валлаху-ль-Мустаан. Потому что в этих местах это место наполнено шайтанами. Что вы скажете, как мы сказали в Аркалуфикум о человеке, когда ты, наконец, меня отведешь в туалет, что она меня спокойно весь день провела и тому подобное. Это просьба многих женщин к мужчинам в Аркалуфикум. Даже один брат однажды со мной поделился, что жена не хотела переезжать с ним в одну-другую страну, в Аркалуфикум, из-за того, что там нету торговых центров. То есть он хотел ее перевезти туда. Она сказала, там же нет торговых центров, я туда не поеду. Я туда не поеду. В разных хадисах, братья, пришло, что шайтан устанавливает свое знамя на рынке. То есть в торговом центре стоит свое знамя шайтана. Поэтому не будь первым, кто туда зашел, как это пришло в наставлениях пророческих. И не будь последним, кто оттуда вышел. Праведные предшественники, когда прибывали, братья, куда-то, то первое, о чем они спрашивали, о самой старой мечети. Почему? Потому что самой старой мечети, в ней ничего, отг�утные награды будут больше всего. Потому что чем старше мечеть, тем больше в ней, получается, было сделано поклонением. Чем больше делается поклонение, тем больше это влияет на вещи, даже на неживые предметы. И поэтому самая старая мечеть на земле, это матчжут в храме, мечети, молитву. И поэтому она считается самым лучшим местом на земле. самым лучшим местом на земле. И точно так же мы знаем, что шариат приказывает нам уважать взрослых мусульман. То, что есть достоинство у того, кто посидеет в исламе. Потому что с каждым годом, Барак Луфикум, тебе награды будет больше и больше и больше. 259-х хадисом Умар Абдул-Хаттаб говорил о том, что я слышал, как Пророк Саласом говорил Манбана Лилля Гимачидан Юзка Руфи Тот, кто построит ради Аллаха мечеть. И в этом указание на что? На искренность при строительстве мечети, а не для того, чтобы люди говорили, о, какую мечеть построили так далее. Юзка Руфи, в которой упоминалось имя Аллаха. Вот это тоже очень важный момент. Потому что в наше время очень важные условия Манбана Лилля Гимачидан Юзка Руфи Кто строит ради Аллаха мечеть, в которой поминается Аллах. То есть Барак Луфикум, в наше время ты посмотри, ты когда строишь мечеть, в этой мечети будет поминаться Аллах, то есть имеется в суду распространяться Куран и Сунна или будут воевать там с Кураном и Сунной. Или там будут воевать с Кураном и Сунной. Поэтому в мечетях должно поминаться имя Всевышнего Аллаха спонтально не только во время молитвы. Потому что Юзка Руфи это что в настоящее время указывает на продолжительность. И лучшее поминание Всевышнего Аллаха это что обучение Курану и Сунне пророка. Также указание на то, что на уроках в мечетях надо говорить о Куране и Сунне, а не разные истории рассказывать. Или говорит Джумхур сказали так, Иджма сказали так, Абу Ханифа сказал так, Шафии сказал так, при этом не упоминая. Далили. Доводы Абу Ханифа или доводы имама Шафии и других уляма. То есть тот, кто построит ради Аллаха мечеть, в которой будет упоминаться имя Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллаху Сумадаля построит ему дом в раю. 260-й хадис Анабидар Абузар Рады Аллангу рассказывал. Посланник Аллаха Сумадалям говорил. Тот, кто построит ради Аллаха мечеть. Даже если эта мечеть будет маленькая, как гнездышко воробья, Всевышний Аллах построит ему дом в раю. Указание на достоинство того, кто даже построит маленькую мечеть. Здесь правокусал самообразно привел пример. Понятное дело, что если человек построит такую мечеть, там невозможно нам осчитать. То есть даже просто к чему, это очень важный момент. Некоторые братьям говорят, братья, давай вот тут мечеть построим, у него есть возможность. Говорят, да брат, чего мы тут мечеть построим? А на сколько там человек поместится? Да сколько бы не поместилось. То есть если нет возможности побольше построить, давай пока построим другое. Появится возможность, иншалл и так далее, можем расширить. Тем более в наше время возможности. Можно, как говорится, Баракалуфикум из маленького места сделать огромное место. Точно так же очень важный момент. В многих мечетях братья противоречат сунны и уподобляются христианам. Строим мечети, строят очень-очень высокие потолки. И самый удивляющийся, Баракалуфикум, что объявляет потом сборы статуса. Братья, строим мечеть и так далее. Я всегда братьям говорю, Баракалуфикум, вы перед тем, как отвечать на эти статусы, вы сходите и посмотрите, покажите проект этой мечети. То есть приходит мечеть 9-10 метров потолок. 9-10 метров потолок, это можно 3-3, еще 2 этажа мечети построить. Правильно или нет? Зачем строить мечети ни по сунне пророка, саллаллаху саляму? И что удивительно, 9 метров потолок и на джума, субханаллах, больше половины молящихся молятся на улице. Больше половины, 60-70% молящихся молятся где? На улице. Почему? Потому что мы построили 9 метров потолок мечети. При том, что сама мечеть, допустим, 20 на 20. Понимаете? 9 метров. Можно было еще 2 этажа спокойно построить и все бы туда поместились. Так же барак лауфикум в хадисе Антальк припомянута каля Банайту ма арсуле ляй саллсам мачджи дальмадина Я строил вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, мечеть Медине. Пока на Якуле он говорил Каддиму альямамия минаттын фаиннагу минахсаникум лягу массан Он говорил вот этого человека, который был из племени Баму Ямама Пусть он, то есть минаттын, пусть все, что все те работы, которые связаны с глиной Пусть выполняет он, поистине он лучше всех умеет из вас пользоваться глиной И в этом хадисе барак лауфикум выбор, указание на выбор для строительства мечети лучших строителей И желательно, чтобы они тоже сами желали участвовать в строительстве этой мечети ради Аллаха Если они будут желать сами, то в этой мечети с дозволением Аллаха будет барака Как это было в мечети пророка, саллаллаху алейхи салям Она когда строилась, была барака Почему? Потому что все принимали участие в ней Барак лауфикум и желали награды от Всевышнего Аллаха Субханна Аллахаля Желали награды от Всевышнего Аллаха И мы действительно видим уже 1400 лет, братья И сколько пользы от этой мечети Также барак лауфикум, в следующей 262 хадис Антальк ибн Али Айдан Каль Антальк ибн Али говорил Однажды мы в составе 6 человек вышли в виде делегации к пророку Или вышли делегации к посланнику Аллаха И мы сообщили ему о том, что на нашей земле находится церковь. Потом попросили у пророка, чтобы он дал нам остатки воды, которая осталась после совершения им молитвы. Он приказал принести воду, совершил омовение. У Амадмада сполоснул рот. Потом эту воду, то есть остатки этой воды, налил нам в посуду. Затем сказал, отправляйтесь с этой водой. Когда вы прибудете в свое селение, то сломайте эту церковь, которая находится. Потому что все жители уже приняли в этом селении ислам. То есть не было нужды в этой церкви. Разручьте эту церковь. Просто в этом ходите указание, что разручьте эту церковь. Что если, например, особенно сейчас часто практикуется в странах Европы, в Америке, когда христиане отдают свои церкви мусульманам. Если у вас есть возможность разрушить и построить по сунне мечеть, вот указание, сломайте. Не сказал, превратите эту церковь. Да, ну можно превратить, но лучше бараку веком, потому что чаще всего церковь построена не по сунь, не направлена в сторону к ибле. Правильно или нет? То есть приходится потом ковры как-то криво селить и так далее. Или же вот высокие потолки, или же какие-то еще есть противоречия, которые тяжело. Может быть там еще и могила есть, потому что основа, особенно у православных, в строительстве мещей, в церкви, что они строят их на мощах. То есть умерших каких-то праведников, как они говорят, или же угодников и подобных им. Разрущите вашу церковь. Потом вы обрызгаете в этом месте этой водой. А мы знаем, что пророк Саласам, в остатках его есть барака. И это только дано пророку, салаллаху саляму. И постройте на этом месте мечеть. Факуль ная, Расуль Аллах, мы этот хадис мы разбирали, где? В Сельсиле. И сказали мы у посланника Аллаха, говорит, страна наша или город наш далеко находится, или в то селение, где мы живем. У Альмау Яншев мы боимся, что вот эта вода, которую ты нам дал, что она высохнет. Он сказал, добавляйте туда другой воды. Поистине. Та вода, которая осталась от меня, в другую воду будет делать еще прекраснее. То есть каждый раз, как будете добавлять воду, она тоже будет прекрасной. Тут задается вопрос, часто братья говорят, брат, вот вода замзам, допустим, например. Можно ли, например, брат привез, у меня родственников очень много, я привез бутылочку замзама. Потом я взял эту бутылочку замзама, вылил в бочку, у меня во дворе бочка 250 титлеров. И, аль-хамду ля, я всю деревню нашу напоил замзама. Нет, мы говорим, ты не напоил всю деревню замзама. Добавлять можно замзам разбавлять? Можно замзам. Это не харам, потому что далили нет. Но вот эта бочка баракулуфикум в 250 литров был только литр замзама. Поэтому ты свой замзам напоил деревню. То есть, грубо говоря, в каждом стакане, если было 250 грамм стакан, был один грамм замзама. То есть, каждого жителя деревни ты напоил одним граммом замзама. Понятно, да? Одним грамм замзама. И не обманывай людей, не говори, что это полностью замзам. Скажите, братья, вас много, я разбавил замзам, поэтому наливаю вам с простой водой и так далее, там подобные баракулуфикум. То есть, если, например, он бы взял бы, грубо говоря, люди пришли бы, он с пипетки бы им капнул замзам. Они же выпили этот замзам же, правильно же? Но это не называется. То есть, все это не превращается в замзам. Что же касается того, что пророк Саласам, так это барака. У пророка Саласам барака в его теле, барака в его остатках, а тарак пророка Салаллаху Алейхиусалю. И мы, говорит, вышли и начали спорить, кто из нас будет нести эту посуду, в которой остатки пророка Саласам. Айюна и Ахмилю. Кто ее будет нести? Фаджа аля Расуль Ла Саласам наубан байнана. И пророк Салаллаху Алейхиусалюм сказал, что мы ее везли по очереди. То есть, когда баракулуфикум, особенно это родители, касается воспитывать детей, они начинают спорить о чем-то. И тогда сделайте так, чтобы у них было дежурство. Баракулуфикум. То есть, если это какое-то благо, немножко тебе, немножко тебе, немножко тебе. Есть, например, та или иная игрушка, которой они хотят играть, чтобы это не был телефон. Телефоном не портите своих детей. Варакулуфикум. Например, велосипед дома. Они хотят все вместе ездить. Скажи, давайте сбросим жребий. Кто будет первым, потом кто будет вторым. Каждый будет кататься, допустим, например, что там по часу, или же по два часа, или по полчаса, и так далее, и тому подобное. Выводите своих детей, и пусть они будут живыми. Варакулуфикум. Купите им велосипеды. Вместо того, чтобы покупать телефон за 1000 долларов, за 1000 долларов, 10 велосипедов можно купить. Правильно или нет? Если не больше. Если он чуть меньше, купите ему самокат какой-нибудь. Не знаю, купите ролики своему ребенку. И так далее, и тому подобное. Пусть они будут живыми. Пусть они шевелятся. Пусть они двигаются. Дальше в Хадисе пришло. Вот пророк Солсом как назначил очередь. Каждый из нас будет вести эту воду сутки. Каждый из нас будет вести сутки. И в этом указание на то, что правителю, или же отцу, или же начальнику следует решать спорные вопросы своих детей, своих подчиненных. То есть для участия их в каком-то деле. Таким образом, чтобы все участвовали в чем-то. Известна история. Пророк Солсом, помните, когда еще до того, как стал пророком и был молодым, когда разрушилась Кабы и начался с порцией Курасшитов, кто поставит камень. Пророк Солсом как решил. То есть сделал вопрос так, что все участвовали. Он снял плащ, сказал положить его туда, все вместе несите. И потом сам поставил, салалу ассалям. И сподвижники эти говорят, что мы выехали с этой водой, пока не добрались до нашего селения. И мы сделали то, что нам приказал Пророк Солсом. Это тоже очень важный вопрос. Это что вопросы Тиба? Сделали так? Или сделали то, что приказал им Пророк Солсом? Урахи булькалм раджель мин тай. И пастырь, который жил среди народа, был человек из племени Тай. А это арабы и христиане. Фанадай на бисусалят. И мы призвали к молитве. Факали рагиб. И этот пастырь сказал, да, вот он хак. Да, вот он хак. Это истинный призыв. То есть слова шаады, слова того, что Мухаммад Астанькова тумма хараб, потом уезжал. Фалям юра абаду. И после этого его никто не видел. После этого его никто не видел. И обратите внимание, сказал, раджель мин тай, человек откуда? Из племени Тай. То есть он не был местный. И то, что в наше время, вот это в Африке, как это называют, миссионеры. То есть это понятие миссионерцев у христиан еще со старых времен было. Со старых времен. И также указали на то, что они истину знают. Ватикане знают прекрасно, что ислам это истина. Ватикане прекрасно знают, что ля и ля и ла и ла и ла, что Мухаммад Расулла. Ну не говорят это. Бараку в сердцах. Они это прекрасно знают. Аллах сказал, я рифунокам, а я рифунок наум. Они знают о нем, также знают, как о своих сыновьях. И даже Бараку Луфику мы с вами говорили, что исторические факты говорят о том, что письмо пророка Салала Салям до сих пор у них хранится. Письма от пророка Салала Салям до сих пор у них в Византии хранится. И пророк Салала Салям когда отправил письмо кому? Персидскому королю, Персидскому императору и отправил римскому. А же отправил его что? И Персидскому тот его разорвал. И пророк Салала Салям сказал, маззака рисалят и маззака лаумулька. Они разорвали мое письмо и Аллах порвет их власть. То есть и после этого не существовало больше Персидского государства. А Византия до сегодняшних дней, Евросоюз это та же самая Византия. Евросоюз это та же самая Византия. Поэтому видите, сохранил Аллах Салям. Поэтому они бережливо к нему очень относятся. Если они что-то с ними сделают, все, конец будет Евросоюзу. Конец будет Евросоюзу. Аллаху Мстан. 263-й хази, Сан Ибн Аббас, Каля Каля Расулла Асалям, Абдулла Аббас говорил о том, что пророк Салям говорил, Ма Умир Туби Ташидиль Масаджит. Мне не было приказано строить мечети высокими. Каля Каля Аббас, Абдулла Аббас, Каля Туза Хрифаннага. Вы обязательно будете украшать. Кама Захрафат Галья Гуду Ван Насара. Как приукрашались свои места поклонения иудеи и христиане. И в этом указании на то, что если кто-то хочет построить мечеть, опираясь на хадисы о достоинстве строительства мечети, как мы сегодня уже сказали, должен считаться с другими хадисами, в которых сказано о том, что запрещено при строительстве мечети. У нас Барак Лауфикум, как мы видим вот в этом хадисе, это что? Ма Умир Туби Ташидиль Масаджит. Мне не было приказано строить мечети высоким. И поэтому, когда в наше время в Турции вот эти вот мечети и так далее, люди радуются. И потом, то есть смотря на эти мечети, там София, как она называется, начинают подобный строить в своих странах, это неправильно. Не забывайте, что это церковь, которая, аль-хамду-ля, попала мусульманам, и потом мусульмане из этой церкви переделали, что мечеть просто построили туда минореты. А это церковь, мечеть так не строится, потому что мы видим, высокие мечети строить запрещено. И поэтому пророк сказал сам, даже когда описывал, сказал, аришка, ариш муса. То есть он был, должно быть зданием, как здание муса. Муса очень высокий человек был, грубо говоря, два метра. Если протягивал руку, дотрагивался что-то до потолка. То есть, грубо говоря, два пятьдесят, если у тебя потолок. Ну, главное, в крайнем случае, два семьдесят, все потолок. Выше не делайте. Лучше сделайте, то есть второй, третий этаж, в Аллаху алим, для этого. Также в мечетях у нас пришло в хадисах разных, в совокупности на них посмотреть, что не должно быть что-то яркое, отвлекающего. То есть украшения на стенах, ковры яркие, стены яркие, на потолках что-то нарисовано и так далее. Все это уподобление, церкви уподобление. Да, раньше в церквях рисовывают, что иконы, а у нас пишут Аллах, Мухаммад, Расул Аллах, начинает имена Аллаха красивым вязью писать. Все это запрещено. Все, что отвлекает, является запретным. Самое хорошо, в наше время, Барк Луфикум удивляет, что люди строят себе офисы, такие, знаете, как это называется, вот современный, вот этот стиль офисов. Все, стена одним цветом, серая, там и так далее, там подобное. Все красиво, там черно-белый, черно-серый, и так далее, там подобное. И ничего личного нет. Что вам мешает Барк Луфикум построить в наше время такую мечеть? Ковер таким же цветом, чтобы он был один. А то вот стоит Аллаху Акбар и начинает смотреть, например, на это. Вот так вот. На рисунок пошел, потом на стенах же его. Пророк Салаллаху Алисалям Барк Луфикум кольцо его, а не кольцо, однажды пророк Салаллаху саму одежду подарили, которая его отвлекла от молитвы. Он сказал, верните тому, что он подарил мне. Она меня отвлекла от молитвы. Также Мимбар Барк Луфикум в этой мечети не должен быть больше трех ступенек. В наше время, Аллаху Мабарик, некоторые Мимбар делают, это прям тренажер. То есть, если ты каждый день будешь подниматься пять раз, все, то у спортсмена превратишься, понимаете, такое Мимбар дело. Спортивный тренажер самый настоящий, больше трех ступенек, еще мало этого, Мухалифа из-за этого они прерывают ряд. Они прерывают ряд. Это неправильно брать. Также, если ты строишь мечеть, то есть, обратись к таким инженерам, или как называть, архитекторам, которые тебе построят мечеть так, чтобы столбы, то есть, либо не было столбов в мечети, а в наше время это возможно, либо чтобы столбы стояли так, чтобы не прерывались ряды в мечетях, чтобы не прерывались ряды в мечетях. То есть, рассчитал так, что вот тут будет есть ковер, ряд первый, второй, третий и так далее, чтобы столбы ни в коем образом не прерывали ряды в мечети. Также запрещено строить мечети на могилах, или же рядом с могилами, если они находятся на одном участке, то есть, если нет четкого разделения. То есть, что значит четкого разделения? Смотрите, если барак луфекум у меня дом, и у соседа дом, вот у нас есть четкий забор, это его территория, это моя территория, есть же четкий разделение. А то, что в наше время, особенно в некоторых странах, прямо ты выходишь из мечети, вот так могилы, могилы, могилы. Запрещено барак луфекуму, молитва в таких мечетях не действительно. Также запрещено хоронить кого-то в мечети. Также барак луфекуму не должно быть из рафа расточительства, как допустим, лишнее освещение. Достаточно в мечети поставить 10 лампочек, зачем туда ставить 100 ламп? Почему? Потому что дома вот привыкли вот эти делать всякие, всякие там эти и так далее. Зачем? Или, допустим, вешать какие-то дорогие, например, люстры. Этого не нужно в мечети. Мы же сказали, что это расточительство, это то, что отвлекает мусульман барак луфекум. Также не нужно, например, освещение наружной части мечети, когда вот эти всякие фонари и так далее. Зачем все это нужно? Все это, наоборот, барак луфекум является тем, что отвлекает. Не надо нам уподобляться людям писания. Также нельзя строить мечети, чтобы хвастаться перед другими. В таких мечетях барак луфекум нету добра. Это часть того, что запрещено. Часть того запрещено. И поэтому, когда кто-то выставляет статус сбор мечети и так далее, не торопитесь. Зачем делать то, что гневит Господа, Супанаталь? То есть, если этим братьям скажут, братья, объявляем сбор с правлением Маулида, пророк Солосля. Не будем мы на Маулида давать? Брат, это же поминание пророк Солосля. Да не будем. А когда ставят, мечеть побида строят, и в нем столько новшеств и так далее, тоже скажи не будем. Лучше вы эти деньги, то есть, если мечеть стоит 100 тысяч, отдайте барак луфекум, возьмите, выберите каких-нибудь молодых, грамотных ребят и отправьте их учиться, чтобы они потом приехали и призвали. То есть, сегодня вас сколько человек, кто может на мечеть денег дать? Вас двое трое? Вы эти 100 тысяч отдайте этим ребятам, барак луфекум, или же содержитесь ребят, пока они учатся, когда они вернутся. Потом они призовут людей, таких как вы, станет 200-300 человек, готовых построить мечеть. И уже мало того, что эти молодые ребята, когда вернутся в барак луфекум, станут причиной тому, что 200-300 человек появится, которые готовы будут потратить деньги на мечеть, так они еще и научат эти 200-300 человек построить мечеть по сунне пророка салаллаху, алейхи вассалям. По сунне пророка салаллаху, алейхи вассалям. Если же говорит человек, брат, вот у нас на притребовании там со стороны государства и так далее, пророк салаллесам тоже требования были 13 лет в Мекке к мусульманам, правильно? Так что не давали им нам толком намазь читать. Столько раз мы даже читали с вами, пытались убить пророка салаллесам в мечети. Пророк салаллесам не говорил, давайте отдельную мечеть, где-нибудь в краешку Мекки и так далее. И жди, пока Всевышний Аллаху салаллаху облегчает. Занимайся призывом. Занимайся призывом. И сегодня или завтра губернатор твой станет человек из числа Аглесунна. И сделает всю, было много в Ааракулуфикум. Всегда смотрите вперед, братья. Всегда смотрите на последствия. Сейчас, да, немножко у нас народ такой молодой же. В основном все практикующие. Мало кто думает о будущем и так далее. И тому подобное. Взрослых людей, к сожалению, очень и очень мало. Не в этом достоинство у Аллаху азербайджанского джемата. Азербайджанский джемат из всех республик СНГ самый грамотный джемат. Почему? Потому что больше всего взрослых людей Аглесунна именно среди них. То есть, если ты посмотришь, ажи в Умри Баракулуфикум, когда они сидят, 200-300 человек, братьев Машалла, и все взрослые, все аксакалы, как это, с белой бородой. Поэтому быстрее всего Аллаху азербайджанского сунна распространится именно в их республике. В Аллаху азербайджанского джематского джемата. 264-й хадис. Анаич такалят. Амара Расулу азербайджанского салаллаху алиссаляма бибинайль масаджид фидур. Пророк салаллаху алейхи вассаляма приказывал построить мечети. Дур Баракулуфикум это как бы, знаете, как сказать, что такое дур? Это вот, вот как в наше время говорят же, как это называется, строительный комплекс. Вот не микрорайон, а как? То есть, поняли, да? Ну вот, допустим, строят 4 высотки. Жилой комплекс, да. Вот дур в старые времена, это как в наше время один-один жилой комплекс. То есть, если построили жилой комплекс, грубо говоря, вот так дом, вот так дом, вот так дом. Пророк салал сам приказывал, надо там построить мечеть. Либо внутри одного из этого бара Баракулуфикум домов, там одну квартиру большую или две квартиры выделить, либо во дворе и так далее. Вот это называют что? Дур в старые времена. То есть, были такие места, где они строили несколько-неσколько домов. И приказ... Обратите внимание, Амара приказал, то есть, строить таких местах в мечети и приказывал там следить за чистотой, следить за чистотой, что. вот утаева, чтобы там приятно пахло. Чтобы там приятно пахло. В наше время это забытая мечеть. Очень мало братья… А? Забытая сунна… А? Забытое сунна... В наше время это забытая сунна… Очень мало мечети, в которые ты заходишь варакаллауфиكم, и чтобы там был тып. Однако тып — очень важный момент, тоже братья варакалуфиكم. Тып, который ты хочешь распространить в мечети, приятный запах, чтобы он был общепринятым среди людей, нравится всем. А то у нас братья варакалуфиكم вот так же как в хадисе, что например, если кто-то кому-то дарит благовоние или мажет благовоние, нельзя отказываться. Барак-Алафикум, надо считаться, чтобы это благовоние было общепринятым, приятным для людей. А так, что какой-то брат покупает какое-то непонятно где-то, едет в Мекку за один реал в подвале, покупает где-то в туалете, от которого, если ты дом мажешься, плохо становится человеку, понимаете? Я понимаю, мы понимаем, то есть понимается с дозволения Аллаха, ваше благое намерение и так далее, ну пусть твой будет такой, который общепринятый. Общепринятый, Барак-Алафикум, правильно или нет? То есть, если тебе нравится кушать подорожник, вот нравится человеку кушать подорожник, понимаете? Вот он собирает подорожник и кушает, вот ему так куст подорожник. Это же не значит, что братья, я хочу вот, Проксал сам сказал, кто верит в Аллаха судный день, и пусть кормится у гостей, и собрал подорожник, и наложил им подорожник красиво, посыпал там солью, перцем. Нет, это же надо такой едой, то есть, общепринятый, нормальный, правильно же, что является? Также вот эти благовония. То есть, приходят братья, например, вот этими вонючими духами, начинают ковры мазать. Понимаете? И человек, Субхану, хорошощик вообще от ислама не откажется, после такого сучуда. Ну, шутка, шутки, но с этим надо считаться, братья, обязательно. Освежитель воздуха покупает, который, как бывает же, такой освежитель воздуха, даже в туалете бы такой я не использовал, как говорят некоторые братья, говорят, лучше пусть останется, как оно есть. Понимаете? Вот с этими вещами все считаться. То есть, надо использовать для тыба такие вещи, которые являются общепринятыми. То есть, в общем, да, может быть в обществе один-два человека, которому не нравится. Не, мы на них смотрим, мы смотрим, как на общие. Вот точно так же духи, которые не надо отказываться, чтобы общепринятые это была какая-то вещь, Барак Луфикум, которая в общем людям, всем или большинству людей, нравится Барак Луфикум. Поэтому это забытая сунна в наше время. Ахамдуля. То есть, мечети строят. Ну, вот это тоже, как мы сказали, в жилом комплексе строить, это очень важно. Поэтому в каждом городе, в каждой деревне, если какой-то маленький квартальчик есть и так далее, мечеть строят. Но мы с вами об этом говорили и будем говорить дальше. На джума, на джума намаз. Мы в этих маленьких мечетях намаз не совершаем. На джума мы введем в одну центральную большую соборную мечеть. Даже ученые. Да? Да, она большая. Или же в районной мечеть. Также, Барак Луфикум, среди ученых, когда речь идет, например, о вопросе айтикав, мы знаем, что среди ученых разногласие есть, правильно же? Некоторые ученые говорят о том, что айтикав делается строго только в трех мечетях. Либо в Мекке, либо в Медине, либо в Котсе. Другие же говорят, нет, делается в другой, но очень важный момент, в соборной мечети. Да, там, где джума считается в большой, грубо говоря, вот, как это районной, городской мечети и так далее. Они в этих маленьких мечетях. Это неправильно, это противоречие Суне, тоже в Арак Луфикум. Значит, в наше время тоже забытое Суне это что? Распространять благовоние. Будь это благовоние в виде всяких освежителей воздухов, или то, что в виде дыма и так далее, и тому подобное. То есть, надо делать все, чтобы в мечетях пахло приятно. Потому что ангелам нравится приятный запах. Также забытая Суна, забытая Суна, как мы видим в этом хадисе, это строить мечети в жилых комплексах, в микрорайонах или в кварталах. Также Суной является иметь специальное место для молитвы в доме даже. Даже в каждом доме должно быть свое специально выделенное место для молитвы. Если есть возможность комнату такую прямо организовать, пусть у вас будет комната. Если комнаты нет, то пусть будет угол какой-нибудь для чтения намаза, для чтения Кур'ана. И держать это место в чистоте всегда. И делать там благовоние и так далее, и то подобное. Но мы сказали, для джума нужно собираться в Аркалуфикум, как на праздничную мечеть, где-то в одном месте всем молящимся. Аллаху Алим. Субтитры сделал DimaTorzok